Привет, мои хорошие! Еще ни разу я не начинала влог из машины, поэтому начинаю. Едем мы с вами в Адлер. Только что мы были в магазине Sunlight, потом все покажу. И были еще в FixPrice в Адлере. В этом мы ни разу не были. Вот знаете, на самом деле, каждый раз вы заезжаете в разные и находите крутые вещи. Я взяла себе украшения для елки. Вообще, сегодня цель моей поездки это купить себе елку. У меня она есть, ну знаете, сантиметров 30. А я хочу, чтобы вот на кухонном столе она там красивенькая стояла, чтобы мы с вами там макияжики делали, красились, да, там маски всякие. И на заднем фоне у вас такая была приятная атмосфера в виде елочки с теплыми огоньками. Раньше я всегда любила только холодный. Поэтому мы с вами едем выбирать мне елочку. И украшения сейчас я вам покажу. Ну и, конечно, будет отдельное видео украшать все будем вместе. Так что поехали, мои хорошие. Давайте покажу, что я купила. Это гирлянда. Точно такая же у меня она есть. И я ее использую как ночник. Очень удобно. Поэтому я купила себе еще одну. В наших фикс-прайсах пропали они по 199 рублей. И вот такие шары. Смотрите, какие клевые. Вот. Семечки там все дела. По-моему, из украшений больше ничего не взяла. Ну и дома покажу поподробнее. И пока не забыла, тоже вам покажу вот эти шишки. Я просто их хотела купить в фикс-прайс. Они у нас кончились рядом с моей работой. Потом залезла на Алиэкспресс. Они, девочки, стоят гораздо дороже. Поэтому, если видите и хотите их взять, то берите однозначно. Есть шишечки, там фонтанчики. А вот уже деревянных нет. Поэтому хватайте. На Алиэкспресс гораздо дороже. Мы приехали с вами в магазин Светофор. Сейчас посмотрим, что здесь есть хорошего. Все ряды пройдем. Из новогоднего сразу скажу ничего. Что это такое? Абрикосовый сок огромный. Халва. Интересно, у вас тоже сейчас такие полоски из-за того, что темно? Ладно. Здесь алкоголь. Не пью. Поэтому, ну нафиг. Огромные контейнеры по 303 рубля. Ну-ка, пластик как. Ну, такой, знаете, нормальный. Еще и на колесиках удобные игрушки детские, да? Алкоголь. Стулья. Подгузники, смотрите. Вот эти ватные диски я брала. Они нормальные. Я, конечно, больше всего люблю в карусели. У нас ее закрывают. Сегодня заедем. А это что такое? А, женские штучки. Кстати, не было их еще. Вот. Ежедневные 28 рублей. Посмотреть им. Нет. Не прикольное качество. Отстой. Обогреватель. Сейчас я вам обзор сделаю. Так что, фамилия бумажные полотенца. Я люблю больше фикс-прайсовские. Насадки на швабры. Такие вот. Такой огромный кондиционер. Контейнеры вот такие вот. Смотрите, сушилочки есть. 158 рублей. Мыло всякое. Салоэ Вера. Посмотрим, что тут новенького есть. Блиц. 34 рубля. 100 лет здесь не было. Вот эти как бы, ну, так. Зубные пасты, щетки. Да, вот эта специя крутая. Сколько она стоит? У меня точно такой же набор дома. Вот это обалденное. Вот это. Короче, надо брать. Это увлажнитель воздуха. Нужная вещь. Сколько он стоит? 666 рублей. Можно, конечно, посмотреть и в других местах. Ну, у меня есть с этого, с Алиэкспресс ножи. Смотрите, есть в продаже вот такие наборчики детские. Такой вот. Так, девчоночки, что касается вот этого набора, он у них стоит 199 рублей. Но некоторые специи вот там можно взять по отдельности. Но здесь, видите, удобно. Вы можете повесить все дела. Ну, я вам показывала. Просто только здесь всякие специи можно взять. Горошки, галина бланка. Раньше мы покупали, я уже не помню, когда это было последний раз. В годы моей молодости это было очень популярно. Огурчики. Давайте посмотрим состав огурцов. Вот. Зафиксировали, да? Но я брать не буду. Я вам просто фиксирую. Тушенка. Ну, как-то она выглядит, да? Не хочется такую покупать. Вот нормальные. Вы знаете, я думаю, что в составе ничего, кроме специи, мяса, не должно быть. Вот свинина, лук, соль, перец, черный лист, лист лавровый заикают. Состав как бы нормальный. Каши. Куча макарон. Обожаю макароны. Идем с вами дальше. Хлопня. Я не очень люблю такой завтрак. Для меня это пустота, если честно. Всякие. Иваси? Что это такое? Рыба, что ли, такая Иваси? Не знаю, позорница, да? А вот по поводу этих мюстей я читала спорно. Вот знаете, некоторые говорят, что это аналог, не такой, как в магазинах продается. Вот я, допустим, яблочные прям обожаю. И выгодно их покупать. Вот эти вот очень вкусненькие. Многие, смотрю, вот этот острый жгучий перец покупают. Чили соус. Но я не любительница острого. А вот смотрите, от Рика что-то есть. Баланьеза соус. Ммм, надо взять попробовать. Единственное, давайте прочитаем состав. И что меня смущает, он в пластике. Насколько я знаю, у Рика все в стекле. Давайте посмотрим состав с вами. Вода, паста томатная, сахар, загуститель. Ой, обалдеть, длинный белок соевый, регулятор кислотности. Орегано, базилик, зелень, петрушка, чеснок. Ну, вроде бы и неплохо. Ну, вы знаете, да, что не все ешки плохие. Давайте возьмем, попробуем. Еще из знакомого вижу соус. Точнее, кетчуп хайнс. Мои уже убежали, как обычно, капуша. Но я хочу вам все показать. Проход чисто для меня, блин, бочком, бочком. Смотрите, какие колечки я увидела. Что это такое? Карамель кольца с арахисом. Интересно. И сколько такое стоит? Бесценный груз, видимо, бесценный. Но надо попробовать. Костя теперь у нас часто, поэтому должны быть вкусняшки. Это что такое? Пряники я не люблю. Костя, значит, тоже автоматом. Вот эти кольца. Но ценника я не вижу, мои хорошие. Трубочки и орешки, да, у них появились? Раньше не было. Но тоже неизвестно, что там за сгущенка. А вот это что такое, интересно? Это? Да, там написано. Угу. Муравейник. Ну, что-то он совсем на муравейник не похож. Всякие замороженные штучки. Но, честно, как-то не знаю. Они рискуют чебуреки. Мы у них как-то брали пельмени или хинкали. Были вкусные. Сейчас мы пойдем с вами в морозилку. Морозилки. Йогуртики. Куча мяса. Но тоже как-то колбаски. Я беру только сочинские наши. Или вязанку тоже мне нравится. Детская. Хайнс 5 злаков с молоком и бананом. Цена вот внизу, девчонки. Ой, ну, про эти я вам рассказывала. Они вкусные, но уже надоели. Больше брать не буду. Дальше. Коржики. Ой, смотрите, новогодние подарки. Я думаю, это важно. Потому что всех нам в садике, все дела. Иногда может быть выгодно так купить. Давайте посмотрим. На свет поставим. Вот такой вот, ну, симпатичный. Фирма хорошая. По составу. Вот. Я вам сделаю. Вы смотрите быстренько. Очень тесно. Очень. Меня чуть не снесли. Воздушный рис. Я помню, в детстве обожала. Так, это что у нас? Кириешки. Со вкусом холодца и хрена. Воздушный рис. Вот это, наверное, кириешки 15. С этой стороны тоже всякие конфеты. Народу тьма. О, смотрите, маршмеллоу. Я люблю маленькие для кофе. Эти лучше разрезать. Поэтому мне будет лень. Не буду брать. Лучше фикс-пресси маленькие взять. Что-то я не увидела у них сока. Семечки огромные, пакеты. Интересно, вам интересно на это сейчас смотреть? Просто столько обзоров. Сейчас все ходят. Но много новинок. На самом деле, 171 рубль. Мы уже вышли из светофора. Много довольно-таки новинок. Но я вам постаралась все их показать. А сейчас мы пойдем, наверное, в биг-шоп. Посмотрим, что там новенького. И за елочкой. Она мне очень нужна. Очень. Игрушки-то есть уже. Заходим в биг-шоп. Посмотрим, что там есть классного. Смотрите, в биг-шоп есть елочки. Они даже необычные. Видите, у них кончики светятся. Стоит 1799, но ужасное качество. Да и качество отвратительное. Вот такая высокая есть. Хочу чехлы посмотреть. Почему-то у нас свой телефон. Я никогда чехлы найти здесь не могу. Видите, есть по 99, по 149. Если лень ждать с Алиэкспресс. Много. Такие всякие штуки. Вот смотрите, здесь будет виднее. Видите, такой здесь шарик. Он светится. Но елка сама отвратительная. И на ощупь тоже как будто пакет порезали. И стоит такая елочка. Опять 499. Вам отсвечивает. Отстой. Народу много. Выходной. Смотрите, ничего. Кроссовочки у них появились за 1000 рублей. Покажу вам только новинки. Много раз здесь были. Они прямо утепленные. И очень-очень легкие. Вот такие кроссовки. За 700 рублей. Серенькие. Вот смотрите, симпотные. Тоже внутри на меху. И легенькие. Вот эти мне прям очень нравятся. Но мерить впадлу. Что за слова? Что за слова? Лень. Прикольные вот эти. Смотрите. Хорошенькие. Такие кедики у них появились. Они вы видите, да, по ценнику. Эти вот интересные. Слушайте, очень даже симпатичные кеды. Ну, как-то дороговато для этого магазина. Мне кажется, здесь, знаете, такой шарпотреб. Но есть некоторые позиции, которые действительно можно купить. Вот такие. И они тоже внутри утепленные. Но не настолько, как предыдущие. 800 рублей. Мне нравятся белые кроссовки. Смотрите. Такие. Они стоят 1000 рублей. Тоже легкие, что круто. Эти грубовастенькие. Есть еще он высокий. Смотрите, какие. Появилась у них вот такая целопленькая обувь. Но мне она уже не нужна. Вот эти я мерила. Они прикольные. Такие вот хорошенькие. Стоят 1000 рублей. Но у них маломерки прям конкретные. Из-за этого мне было тесновато. Там, конечно, мех уляжется. Но, тем не менее. Так. Такие какие-то есть. Чулок. Помните, одно время были супермодные. У меня были, типа, туфли на шпильке. И вот такой чулок. Некоторые говорили, Лильты носками носишь, да? Интересная такая модель. На молнии, что хорошо. Надо маникюрчик сделать. Ну, эти все вы по 150 раз уже видели. Я вам не буду их показывать. Пойдем дальше. Медведь огроменный. Чемоданы тут, кстати, продают. Я вам не помню, показывала ли. Нет, ценник хороший. Мои смотрят теплые себе ботиночки. Вот дядя Гриша надо на работу. Сейчас выбирают. Вон идут. Смотрите, какие милые детские уги. Клевые. Маленький вампиреныш. 500 рублей. Внутри теплые, но они очень тугие. Не знаю, на детскую ножку будет ли удобно. Вот эти такие прикольные. Они сколько стоят. 600 рублей. Тепленькие. Прям. Смотрите, вот такие есть еще. Ямамото. Не промокашечки. Так. Тут девочка себе выбирает во всем. Смотрите, такие дутики есть. Тоже очень клевенькие. 500 рублей. Слушайте, деткам играть, да? Поиграл, убил, выкинул. Не жалко. А то я смотрю, некоторые мамочки такие дорогущие покупают. Ну, может быть, там, конечно, стелька ортопедическая. Все дела. Но не у всех есть бюджет для того, чтобы позволить себе, деткам на один сезон, конечно, купить за 5000 обувь. Ой, смотрите, какие. Знаешь, сорока-ворона. А это через чур, конечно. Розовые блестки. Стоят такие, кстати, 450 рублей. Пацанячие тоже тут. Ух, такие смешные малышки прям вообще. Это как тебе сухра? А ты весь подал. Как тебя сухра? Ни разу, по-моему, обувь для мужчин не показывала. Смотрите. Утепленная внутренняя часть. Стоят они 1299. 47 размер. Такие огромные. Замшевые есть. Вот такие на шнурочках. Вот такие бы, возможно, моему брату понравились. Тепленькие. Стоят 1000 рублей. Но он у меня такой, знаете, парень, мне нужен Adidas, мне нужны спортивные, крутые и подороже. Он у меня вот такой. А я могу себе, думаю, за 1000 и за 500. Мне как-то все равно. А он только вот дорогое хочет. Вот такие. 1000 рублей. С этой стороны ботиночки. Какие-то. Ведь вообще на женские похожи. Скажите же лоферы. Вот эти плетеночка такая. Сколько они? Вот так стоят. Кроссовок очень много. Мужских тоже. Я вам так покажу. Вот беленькие. У меня она белая тянет. Конечно, их отмывает. Потому что они как будто из пенопласта сделаны. 799 рублей стоят. Вот такие разные. Они там выбирают два хлопца. Такое необычное. Такие огромные, кажется. Прям. Ну что, мои хорошие. Мы уже вышли из магазина. Знаете, очень хочется каких-то игрушек. Новогодней тематики. Там крысок всяких. Что-нибудь такое. Было бы здорово. Ну, хотя бы они привезли новые вещи. Это уже круто. Есть на что посмотреть. Но мои тоже ничего не выбрали. Я эти кроссовки серые посмотрела. Но в основном эти 38-37 размер. Поэтому я не стала ничего брать. Поедем теперь уже в центр Адлера. Мои тут смотрят. Здесь, видите, все настраивается. Будут, оказывается, торговые ряды. Так что на улице Банановой. Скоро будет очень круто. Раньше там фрукты продавали. Но их тоже закрыли. И прям строят такие ларечки. Все, мы поехали. Так, сейчас мы поедем. Думала, здесь будет красивый вид показать вам. Но нет, строечка. Мы приехали в карусель. Пойдемте смотреть. Она у нас закрывается. Заходим. Смотрите, как пусто. Печалька. Айкос. Винчики. Ну-ка, кружки. Смотрите, какая гигантская. Биг босс. Вот эти очень миленькие кружки. Ой, тарелочки. Смотрите. Да, клевая. Стоит 300 рублей. Есть вот тут поменьше. Такая глубокая чуть-чуть. Посуду они убрали. Какие-то вообще гигантские. Но я даже брать не буду в руки. Они тяжелые. Вот тут есть термос. Как раз дядя Гриша ищет термос. Здесь у них скидка на бариллу. Мы нашли вот такие звездочки. Очень классные для супика. Какие-то мелкие совсем. Он стоит 72 рубля. Вот это мини. Мини. Ну, их надолго хватает. Какие еще виды есть? А, это те же самые. А вон то? Да, это те. А вот эти... Вот это... Ой, вот эти тоже прикольные. А скидка только вот на такие вариантики. Да. Какие милые новогодние подарочки. Смотрите, это от фабрики Чудо Нашей. Здорово. Я люблю новогодние подарки. Ой, смотрите, здоровские. Знаете, хоть я уже и взрослая, но мне все равно нравится. И один я, наверное, себе докуплю. Почему бы и нет? Такие вот здоровские. Ну, а чок подружки в гости пошла, малышу подарила. Здорово. А там есть какие-то большие. Ой, смотрите, тут целые замки. Этот, наверное, стоит вот полторы. Какие-то печенья. А, это пряники. И Орео. Я, кстати, вот эти не пробовала. Вкусные они или нет, напишите. Набор Орео 150 рублей. Несквик. И в подарок вот это вот под попу, которая подкладывается. И вот, смотрите, по ценнику. Распродажа всех таких вещей. Киндер! Что может быть вкуснее? Новогодняя игра. Стоит новогодняя игра. Вот ценники здесь. Я люблю киндер-шоколад. Он очень вкусный. Ой, блин, вот это я возьму. Сколько тут? 16 порций. Вот, наверное, это и его ценник. Внизу нет. Надо разобраться. Пойдемте пикнем. Вот как раз это пикалочка. Он стоит, ух ты, 370 рублей. Я, пожалуй, куплю обычный киндер-шоколад. А может быть, это и недорого. Честно говоря, что-то я как-то в замешательстве, дорого или нет. Еще здесь есть всякие наборы. Мелкий вей. Надо заранее купить, чтобы к деткам идти уже с подарками. Смотрите, какой. Феррера. Тоже, да? Маленький такой, приятно. Шарики Милка. Обалдеть, какой он огромный. 250. Сок. Я обожаю ананасовый сок. Если я уйду без него, то я себя не прощу. Не знаю, подсела на ананасовый. Раньше всегда любила персиковый. Так. Для цветов. Кстати, моя орхидея себя прекрасно чувствует. Вот, вот, вот. А, это для машины, наверное, батареечки всякие. Краски для волос. По скидочкам всем. Не стоило 3,5. Кстати, вот приятный оттенок. Да, такой перламутровый блонд. Стоит, стоит, ну, 191. Сейчас посмотрю все. Маме надо взять. Я только обесцвечиваюсь в салоне, а потом крашусь уже дома. Тонируюсь. За 174. Темный, нет, темный будет маме. А я же не крашусь сама. Маме ищу краску. Вот это вот что? Золотистый трюфель. 70, ну, 80 рублей. Чего не взять, да? Вот этот возьму маме. Салли Хэнсон. Обалденная сушка. Если вы пользуетесь, прям берите. Но я пользуюсь гейл-лаками. Я помню, было очень популярно покупать этот шампунь. Особенно только, когда я начала. Блогеры только так о них рассказывали. Масло маринги. Защита от ломкости. По скидочке. Ну, выгодно получается. Мне вот этот заинтересован. Но к нему не у то шампуня. Может быть дальше? Так, это что у нас? Бальзам, Ботаник. Тресамешки. Малышки. Как-то, да, все так раскидано. Но, знаете, мне кажется, дешевле бывает в других магазинах. Как бы такой спорный тут вариант со скидками, конечно. Скидочки на Блистекс. Бальзам Блистекс мятный. Они вообще за 49 рублей, 79, SPF-ка еще здесь. Вам видно, да? По 79, эти 49. А это что такое? Ее уже кто-то попробовал до меня. Поэтому я не буду. Возьму вот этот себе. И смотрите, вот такой набор еще по скидочке. Пришла я с заватными дисками. А тут не шиша. Все их разобрали, девчонки. Геля для душа тоже прям чуть-чуть. Но это такие скидки, из-за которых не стоит набирать себе все подряд. Знаете, в прошлом году они тоже говорили, мы закрываемся, распродажи. Что-то, видите, до сих пор не закрываются. Я подумала, это печенюхи. А это, оказывается, зефирки. Видите, дон зефиров, ароматизированный. Зефир в шоколаде. Хорошая фирма, Белевская. Зайдем с вами в раздел с чаем. Посмотрим, на что скидочки. На такой вижу. Что это за чай? Себастье. На Липтон 49. Мне хочется все новогоднее. Смотрите, какая прелесть. О, вот это классно. Он 500 чем-то бывает. Ага, я люблю такие наборы. Да, можно попробовать и выбрать свой любимый вкус. Вот красиво они вот этот упаковали. Видите, как елочка. Есть такая синяя и такая. Я, кстати, покупала вот этот чай, очень вкусный. С мелиссой, да, да, вкусненький. Такие баночки Липтон. Он, кстати, можно взять и там потом хранить чай. Выбрать просто красивую. Я потому что покупала такой, и неудобно оттуда все высыпается. Видите. Вот такие Липтон чаи тоже по 209 рублей. Красиво. Слушайте, меня вот это заинтересовало. Я люблю чай Ричард. Сейчас я его достану. Такой вот набор. И давайте посмотрим, что там внутри. Вот такие вот разненькие. И есть еще Гринфилд. Тоже сейчас посмотрим, какие там у Гринфилд внутри. Ну, практически стандартный набор. И еще, смотрите, вот такой есть. Happy New Year. 300 рублей. Сейчас тоже посмотрим. Ну, а здесь небольшой выбор. Три вида. Красиво. У них по скидочке мука. Макфу мы очень любим. Вот возьмем парочку. И покажу, что мы набрали. Здесь не все нам. Это, по-моему, дядя Гриша набрал. Вот это. Я взяла три сока. Два ананасовых, персиковых. Корни. Маму краску. Две бариллы. Творог у них обалденный. И зубную пасту. Дальше будем смотреть. Соусы Хайнс по скидке. Но моего сырного любимого нет. Надо набрать их укроп. Он у них крутой, если есть. У меня вообще, в принципе, укроп дома закончился. Но я не вижу. Вот такой есть укроп. А именно их производство. Ты где? По-братски найдись. А вы такие покупаете приправы? Я только для курицы беру. Но мне интересно посмотреть, что они новенького придумали. Для гречки. Карим. Чесночный. Табака. Паприка. Я несколько покупала. Вот с травами. Я еще не пробовала. Можно взять по скидочке. Главное, чтобы срок годности нормальный был. 21.06. Честно, не уверена, что я приготовлю до этого времени. Паприка. Посвежей. Сколько десертиков у Данисима появилось. Вот за что я люблю карусель. У них всегда что-то новенькое. Чего нету в других магазинах. А сейчас закроется. И все. Так, вот на эти йогуртики скидка. От Эпика какой-то необычный. Прям весна-весна. А я иду в этот раздел. Хочу посмотреть от Меридиан. Тунец. Вот эти Риет. Обожаю. Я вас, интересно, не утомила своим походом по магазинам сегодня. Кстати, я вам не рассказала. Покупала с малиной. Девочки, не берите. Классиком. Вот вообще расстроитесь. Реально. Не понравился совершенно. Так. Что у них здесь лежит? Пицца, тортики. Смотрите, как мило. Супер. Прянички. 119. Какие-то семки. У них раньше был обалденный лимонный пирог. Смотрите, красиво, да? Ходишь, ходишь. Супер. Приехали мы на рынок Авангард. Сейчас будем смотреть елочку. Снимаю на телефон. Потому что это рынок. Мало ли как отреагирует на меня. Девочки, вот она моя елочка-красавица. Я от нее просто в восторге. 60 сантиметров. Так, как мне и надо. Со снежком. Пушистый. Стоит 500 рублей. 500 рублей. Я не знаю. Еще посмотрите, как здорово сделан низ на мешковине. Да, не надо думать, как скрыть вот эту пластмассовую тарелку, на которой стоит подставку. Я в восторге. Завтра будем вместе с вами наряжать. Ну, а сейчас мне нужно срочно сделать маникюр. Потому что это никуда не годится. Так что, если вы живете в Сочи, девочки, на Авангарде, просто огромное количество. Там есть три точки. Они друг напротив друга находятся. Выберите однозначно, какие там есть высокие. Вот дадут квартиру. Дай бог, в следующем году купим высокую. Нарядим ее вместе с вами. Они прям выглядят, как настоящие елочки. Конечно, это не похоже на настоящую. Ну, а те прям идеально. Сходите, если вы живете в Сочи. Смотрите, как здорово. Есть точно такая же, без снега. Но мне нравится именно так. И то я бы вот сюда еще побольше сделала. Видимо, слетела. Но ничего, в фикс-прайсе снег продается. И вот завтра хочу нарядить вместе с вами, как уже сказала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!